друзья всем привет с вами orx тем сегодняшнее видео у нас old photo restoration это расширение для автоматика и она позволяет восстанавливать старой пожухлой фотографии встречными с царапинами большинство из вас наверное делала такое восстановление с помощью photoshop нейрофильтров но теперь это можно делать в автоматике нажатием буквально одной кнопки и качество восстановления на мой взгляд лучше чем в фотошопе начнем с того что вам покажу как это расширение выглядит как в нем работать оно достаточно простое и дальше вам покажу как его можно установить друзья если вы интересуетесь нейросетями в частности веб-интерфейсом автоматик conf.ui то для вас у меня есть специальные последовательные курсы по вот этим веб-интерфейсом эти оба курса они с моей личной поддержкой поэтому если вам будет что-то непонятно то я вам буду подсказывать более подробную информацию вы найдете на сайте stable give.ru ссылка будет в описании под этим видео если вам что-то будет непонятно там есть контакт администратора он вам обязательно подскажет все жду на курсе а теперь продолжаем после установки old photo restoration вы это расширение найдете на вкладке extras вот здесь с самый низ опускаемся и мы можем найти вот такую вкладку после того как мы конечно это расширение установим называется она old photo restoration открываем эту вкладку и здесь есть вот такие вот опции давайте сразу кинем какое-нибудь изображение я закинул сюда вот такое изображение достаточно помятая и низкого качества то есть вот такое изображение и здесь мы можем выбрать что мы будем делать при восстановлении вот этой фотографии можем выбрать процесс scratch то есть удаление таких вот царапин можем выбрать face restore то есть восстановление лиц а также еще можем выбрать high resolution то есть повышение детализации еще есть такая галочка use cpu то есть использовать процессор эту галочку оставлять она по умолчанию включена, потому что потребление видеопамяти тогда очень сильно возрастет, у вас ее скорее всего не хватит. И вот здесь мы можем еще переключаться между вариантом сначала восстанавливать лицо, а потом обскелить. Или наоборот, сначала обскелить, а потом восстанавливать лицо. В некоторых случаях работает так лучше, в некоторых случаях работает так лучше. Я обычно оставляю сначала восстанавливать лицо. И вообще я в принципе не всегда ставлю эту галку «Hide Resolution». Я вам сразу скажу, ее можно ставить только в том случае, если изображение более-менее качественное или лицо прям крупное. Потому что если лицо будет мелкое на изображении, то как правило будут происходить такие смазывания. И также помимо вот этих вот всех опций, можно включить например GFP Gun, для того чтобы лицо еще лучше восстановилось. Сейчас я не буду включать эту вот галочку «Hide Resolution». Давайте посмотрим, как это без нее работает. Нажимаем «Generate». И на выходе мы получаем вот такое вот изображение. Вот такое вот изображение у нас было. Вот такое вот изображение мы получили. Давайте еще раз вот так вот открою. Рядом поставлю вот эти изображения. То есть вот так вот у нас было. Вот такое вот изображение мы получили. Здесь остались вот такие вот дефекты. Но в принципе эту шапку в любом случае восстанавливать в InPaint. И одежду тоже восстанавливать в InPaint. Я даже не вижу смысла это удалять. Но в принципе теоретически можно это удалить. И причем даже в InPaint это можно сделать. Поэтому в общем-то вот эту вот одежду и шапку ее в любом случае восстанавливать. Также фон, наверное, все придется вырезать, менять. А вот с лицом все нормально. То есть лицо восстановилось очень качественно, здорово. И буквально одним нажатием кнопки. То есть это очень быстрый такой процесс и удобный, не выходя из автоматика. Вот на таком изображении на странице разработчика был как раз таки пример. Давайте попробуем с этой фотографией поработать. И сейчас еще обратите внимание на размер этого изображения. Размер 768 на 402 пикселя. Вот до такого размера даунскейлил я это изображение. Потому что изначально оно было там свыше 1000 пикселей. Если вы очень большое изображение вот сюда на вход вот так вот закинете и начнете его с помощью вот этого расширения восстанавливать, то процесс этот может занять очень много ресурсов и вам может не хватить ни видеопамяти, даже может оперативной памяти не хватить. Поэтому смысла такого большого изображения нет. Потому что качество у него и так очень низкое. И тем более все оно потертое. То есть уменьшите это изображение до каких-то приемлемых значений. Больше 768 пикселей по его большей стороне не делайте. Потому что смысла в этом никакого нет. Изображение так очень низкого качества. И вот сейчас я давайте включу High Resolution и посмотрим, что у нас получится. И в итоге вот такое-то изображение у нас получается. Достаточно неплохо это изображение восстановилось. Вот такой вот исходник у нас был. Тут даже на лице были такие царапины и все это нормально удалилось. Единственное, здесь через глаза не проходили трещины. Потому что если через глаза все-таки проходит трещина, то такое восстановление достаточно тяжелое. И даже вот это вот расширение, оно так просто с ним не справится. Там вручную скорее всего вам придется что-то подправлять. Теперь давайте закину вот такое вот изображение. Это изображение еще значительно хуже, чем вот эти все предыдущие изображения. Здесь очень много трещин, потрескиваний. И причем и через глаза, и через лицо все это проходит. Давайте закинем. И вот с этими же параметрами High Resolution я сейчас запущу. И вот такое вот изображение получилось. Кстати, достаточно неплохо восстановилось. То есть именно лицо, да, с волосами тут проблема. Но тем не менее лицо вытянулось. То есть губы, глаза, брови. И сходство достаточно неплохое. Давайте теперь вот это вот изображение сохраним вот сюда вот на рабочий стол. И я запущу без High Resolution. Посмотрим разницу. И вот такое вот изображение без High Resolution. В принципе и так, и так можно пробовать восстанавливать. На мой взгляд, в некоторых случаях лучше получается именно без High Resolution. В некоторых случаях немножко лучше с High Resolution получается. С High Resolution все-таки немножко вот эта часть с контурами головы, она больше размылась. И здесь все-таки вот почетче вот это вот очертание самой головы осталось. И проще будет восстанавливать потом волосы, одежду. Мне кажется, результат именно без High Resolution все-таки будет немножко лучше. Потому что вот эти вот контуры, они более четко видны. И на мой взгляд, результат восстановления буквально одной кнопкой. От вот такого состояния изображения до вот такого. Достаточно неплохо. То есть мы получаем в итоге за 30 секунд буквально нажатием одной кнопки. Из вот такого полностью поцарапанного изображения. Вот такое вот уже достаточно неплохое изображение, которое пригодно для дальнейшей обработки. И для дальнейшего апскейла. И восстановления там одежды, волос. Давайте перейдем на страницу разработчика. Вот эта вот ссылка, она будет в описании под этим видео. А также будет на Boosty. Давайте опустимся немножко ниже. Здесь есть описание, как устанавливать это расширение. И установка здесь, кстати, описана достаточно неплохо. Здесь нужно установить это расширение. Давайте я вам сразу покажу, как это делается. Вот сюда вот на зеленую кнопку нажимаем. Нажимаем копировать. Переходим в автомат. Открываем Extensions. Заходим Install from URL. Вот сюда вставляем вот эту ссылку. Нажимаем Install. Дожидаемся, пока расширение это установится. Дальше переходим в Install. Нажимаем Apply and Restart UI. После того, как это расширение будет установлено, вы качаете вот эти вот архивы. Нажимаете вот здесь вот. И вам нужно будет скачать три вот этих вот архива. Прямо их все перекачиваете. После этого заходите в вашу папку Автоматика. Переходите в WebUI. Переходите в папку Extensions. Переходите здесь в расширение, которое мы только что установили. Old Photo Restoration он называется. Теперь вам здесь нужно найти следующую папку. Первая папка это Global. Заходим в эту папку. Теперь открываем архив Global, который вы скачали. И вот эту вот папку Checkpoint прям вот так вот переносим сюда. И тем самым эту папку разархивируем. У меня вот она вот эта папка. Здесь находится там еще какие-то файлы, но это уже не важно. То есть папка Checkpoint находится вот здесь вот в папке Global. Теперь возвращаемся обратно. Находим здесь теперь папку Face Enhancement. Заходим в эту папку. И теперь нам нужно открыть вот этот вот архив Face Enhancement. Открываем этот архив. И таким же образом переносим вот эту вот папку, находящуюся в этом архиве Checkpoints. Вот сюда вот. В итоге у вас вот в этой папке Face Enhancement оказывается папка Checkpoints. Переходим назад. И теперь находим папку Face Detection. И вот в эту папку Face Detection из вот этого последнего архива Shape, который называется, перетаскиваем вот эту вот модель .dat вот сюда вот. То есть в итоге у вас в папке Face Detection должна оказаться вот такая вот модель .dat. Это upscaler. После того, как вы все вот это вот сделали, закрываете ваш консоль и заново запускаете автоматик. И после запуска автоматика переходим снова в Extensions. И здесь вот в самом низу у вас должна появиться вот такая вот вкладка Old Photo Restoration. Вот с этим вот меню. Но если по каким-то причинам у вас не устанавливается вот расширение, хотя оно должно, по идее, устанавливаться автоматически, то здесь есть инструкция, как установить эту библиотеку Delip. Но у меня на Boosty будет еще отдельное видео, приложенное к этому видео рядом, как вот эту библиотеку поставить прям по шагам. Друзья, еще раз хочу напомнить, что у меня есть курсы по автоматик и Confi.ua. Если вам будет интересная системная последовательная информация по вот этим вот веб-интерфейсам с моей поддержкой, то вы можете перейти на сайт stablegif.ru. Там есть более подробное описание этих курсов. Есть контакт администратора. Если вам будет что-то непонятное, обязательно обращайтесь, все жду на курсе. На этом спасибо за просмотр. Удачной генерации. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok